Добрый день, дорогие телезрители! Как обычно, мы отвечаем на вопросы, которые нам задают. Вот сегодня такой вопрос. Можно говорить о праздниках? Вот на приобрежении Господней яблочный спас. Успение Пресвебороицы, я не знаю, написали Пресвебороицы. И еще 29 августа по новому стилю ореховый спас или холщовый спас. В скобках. Я вообще впервые слышу за ореховый спас или холщовый. Дело в том, что это такое народное название. И яблочного спаса, и еще медовый спас был 14 августа. То есть, назначение честных древ Господних. То есть, я сейчас хотел бы объяснить. Сами эти названия чисто народные. Никакого отношения такого, чтобы именно, знаете, чтобы это было как бы догматически как-то установлено, да? По типику, по правилам церкви. Такого выражения нет. Поэтому я хотел бы объяснить. Ну, есть у нас в народе, что 14 августа медовый спас. Значит, 19 августа на преображение это яблочный спас. Это чисто народное название. Что это означает? Вообще, по правилам церкви, человек спасается, конечно, не тем, что он скушал яблоко. От этого назвали яблочный спас. И тем более не от того, что он орехи кушает, много орехов, и у него теперь ореховый спас. Конечно же, нет. Это ошибочное все представление. И я бы хотел обратить ваше внимание на другое. Любой праздник, он обязательно связан, вот, двунадесятый, с жизнью Господа нашего Иисуса Христа или Богородицы. Вот. Обязательно он имеет очень большое значение. Я скажу так, вселенского масштаба. Не только земного. Потому что, если взять, вот, медовый спас, 14 августа. Изнесение честных древ Господа нашего Иисуса Христа. Он был распят на кресте. И вот, когда была болезнь очень такая опасная, там, люди умирали сотнями, тысячами умирали. И косило людей в граде Константинополя. И взяли вот останки этих древ, почему называется, изнесение честных древ. Обнесли вокруг города с молитвой церковной. И мор прекратился. Болезнь прекратилась. Вот память этого был установлен праздник. Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Если вы будете читать Евангелие, вы увидите, когда он взял трех учеников, зашел на гору. И как он преобразился. У него засветились и одежды. И лицо настолько все засветилось, он засиял весь. Что апостол Петр, они не могли смотреть на эти ученики. И апостол Петр говорит, Господи, как здесь хорошо. Сделаем здесь три палатки. То есть здесь, вот там, они увидели, что еще Илья пророк, там был Моисей рядом. Они беседовали с Иисусом Христом. Ну, там, точно надо читать Евангелие. Вот в честь этого замечательного события установлен этот праздник. Потому что он показывает, что мы все преобразимся. Если мы веруем в Бога, мы стремимся к чистоте, к святости, то мы все преобразимся. Вот будем светлые и сиять будем. Вот Господь что показал нам. И успение Престой Богородицы. То есть, когда она закончила жизнь земную. Вообще, слово «умерла» в православии не употребляется. Потому что у нас всех мы отпеваем людей, и в городе мы выезжаем, где бы мы ни были, мы усопшего или усопшей рыбы твоей, а то есть уснувшего. То есть человек уснул до всего общего воскресенья. И поэтому мы и говорим «успение», то есть уснувшая Богородица. Успение Престой Богородицы. То есть в этот день она закончила жизнь земную. Вот в честь этого и установлены эти праздники. Поэтому, конечно же, мы освещаем на преображении 19 августа, освещаем яблоки и виноград. Так сложилось. Сейчас, конечно, другое время. А сложилось то время, что в северных районах, когда не было винограда, на преображении освещали яблоки. Там много яблок. В средней полосе, где более северные районы, как я уже сказал, яблоки растут. Надо что-то положить, потому что в критической церкви освещается виноград в этот день. А там уложили яблоки. Но яблоки нельзя сравнивать одинаково с виноградом. Дело в том, что виноград освещается особым чином. Из этого винограда делается вино, и потом на нем совершается божественная литургия на красном вине. А остальные фрукты, овощи, то есть начатки овощей называется. Это и яблоки, и арбуз, и все остальное освещается другой мылитвой. Поэтому так и назвали яблочный спас в свое время народ, потому что пришло время освещать начатки плодов. Благодарить Бога за то, что Он такую красоту, такое замечательное, такое все вкусное нам благословил в этом мире. Вот сколько из земли всего растет. И в знак благодарности именно осенью, осенний такой период, когда как раз сбор урожаев, благословляется все это, чтобы Господь благословил нам на пользу изрядно. Поэтому вот я вам рассказал коротко, уже наше время стекает об этих праздниках. Благодарю вас, Господь, дай Богу здоровья, живите долго и счастливо.